МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Смотри, думай, анализируй". В эфире программа «Точка зрения» мы начинаем. В конце января в Гомельской области дан старт иммунизации от COVID-19. Сможет ли это помочь в борьбе с пандемией? И когда вакцина будет доступна для всех желающих в регионе? Каким был этот год борьбы с коронавирусом для Гомельской области? И какие знания, а также навыки помогут каждому из нас защитить себя от возможных рисков? Об этом и не только. В ближайшие 40 минут. Мой первый собеседник, руководитель региональной рабочей группы по противодействию COVID-19, ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Игорь Стома. Игорь Олегович, рад видеть. Добрый день. Добрый день. Еще недавно в это, наверное, сложно было поверить. За 2020-й коронавирус перевернул мир целиком или практически полностью с ног на голову. Вот скажите, ваши коллеги-инфекционисты из Белоруссии не только могли ли себе представить такой сценарий и такие масштабы пандемии еще несколько лет назад? Вы знаете, история инфекционных заболеваний – это невероятный процесс, который связан с историей человечества. Еще несколько десятилетий назад мы могли слышать фразы о том, что инфекционные болезни уходят в прошлое, сейчас эра неинфекционных заболеваний, нам нужно вкладывать силы и научные изыскания только в направлениях онкологии, кардиологии, например. Но инфекционные агенты – это весьма непредсказуемые микроорганизмы. И они каждое десятилетие практически напоминают о себе. Более того, этот 2020 год, он не будет нуждаться в представлениях. Когда мы анализировали некоторые фотографии, сделанные в 2020 году, мы с коллегами даже решили, что эти фотографии не нуждаются в подписях, потому что на этих фотографиях люди в масках. И пройдут 10, 15, 20 лет, и мы будем, вспоминая эти моменты, точно знать, что это 2020 год. История знала неоднократные, к сожалению, эпизоды весьма сложных и гораздо более сложных ситуаций. Пандемия 2020, несмотря на масштабы, несмотря на количество жертв, в разы легче предыдущих пандемий. Ваши коллеги приводят достаточно справедливые доводы. Дети сравнительно в безопасности, больше навыков и знаний, возможностей у медицины, что очень важно, но и, конечно же, больше возможностей для обучения, общения и работы онлайн. Я бы все-таки не основывал выводы на сравнении. Несколько разные времена, несколько разные подходы. И когда мы говорим о том, что дети болеют реже или легче, опять же, на сегодняшний день я бы не расслаблялся в связи с этим. Потому что мы видим, что в первую волну мы в основном наблюдали тяжелые случаи среди людей возрастных. И вирус, он занимает определенные ниши со временем, как кирпичики. То есть на сегодняшний день мы видели больше случаев среди трудоспособного возраста, даже среди молодых людей. И мы видим, как вирус ищет новые ниши. И вот как раз-таки дети, подростки, молодые люди на сегодняшний день, они тоже не должны быть расслаблены. Более того, очень важным моментом является то, что именно эта когорта населения, молодые люди, подростки, дети, переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. И являются переносчиками. И являются резервуаром. И в этой ситуации они представляют собой опасность для всей остальной популяции. Повод задуматься, об этом мы не только сегодня поговорим еще более детально. С нами на связи в онлайн-гостиной «Беларусь-4» заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области Ольга Тульженкова. Ольга Николаевна, добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые коллеги и телезрители. Главный врач Гомельской центральной городской поликлиники, кандидат медицинских наук Екатерина Цитко. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Заведующий отделением иммунопатологии и аллергологии Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Андрей Соливончик. Андрей Палчер, рад видеть. Добрый день. А также член Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк. Алла Викторовна, и снова здравствуйте. Добрый день, Александр. Итак, весна 2020 с ее испытаниями. Ольга Николаевна, наверняка помните тот день, когда ваши коллеги получили первый положительный тест на ковид в Гомеле. Поделитесь воспоминаниями о том дне. В первую очередь эмоциональный окрас интересует. Я и про коллег, и, конечно, про местных жителей. Да, Александр, конечно же, я помню этот день. Это было в марте 2020 года. Парень-спортсмен прилетел из Португалии, был обследован в аэропорту. И по возвращению его к Комель мы уже получили положительный результат и активно занимались противоакадемическими мероприятиями. Парень был госпитализирован, определены контактные лица, также госпитализированные и обследованные. И я хочу сказать, что благодаря слаженной работе как специалистов лечебной службы, санитарно-эпидемиологической службы, центра дезинфекции, я, конечно же, с гордостью могу сказать, что этот случай у нас не имел последовательных случаев. И от этого парня, который к нам прилетел в городе Гомеле, никто почти не заразился. Говоря про эмоциональный настрой того дня, вот помните? Мы долго к этому готовились и много раз проходили тренировочные учения совместно с врачами-инфекционистами, с эпидемиологами, с дезинфекторами. И, конечно же, мы ждали, и это было ожидаемо, что рано или поздно все-таки случай этот Гомеле появится. Поэтому особой паники среди врачей не было. Но, конечно, жители города волновались. Возможно, было какое-то недоверие и страх перед неизвестностью. От незнания, это понятно. Ольга Николаевна, как тогда пришлось перестроить службу лаборатории? Нагрузка возросла в разы. Это правда, что работали поздно вечером, а иногда даже и ночью? Да, действительно, нагрузка на лабораторную службу серьезно возросла, так как нужно было обследовать как лиц с подозрением на заболевание, так и контактных лиц в большом количестве мы обследовали. Поэтому сначала обследование проводилось только в лаборатории нашего центра, Гомельского областного центра генэпидемиологии. В дальнейшем количество лабораторий увеличилось, приобреталось дополнительно лабораторное оборудование. И на сегодняшний день у нас в области работает 9 лабораторий, которые осуществляют диагностику методом ПЦР на вирус SARS-CoV-2. Буквально коротко, как работаете сейчас? Стало ли легче, проще и всего ли хватает? Действительно, сейчас наблюдатель нет расслужения заболеваемости. Лабораториям работать стало немного проще. Всего хватает диагностических препаратов. У нас запасы на несколько месяцев, поэтому проблем с лабораторными исследованиями совершенно никаких нет. Спасибо большое. Екатерина Владимировна, подключайтесь к разговору. Как сегодня, спустя год борьбы с пандемией, оцениваете работу коллектива тогда, весной 2020? Да, все профессионалы, да, все в университетах изучали историю пандемии. Но вот так, чтобы в реале, я думаю, что далеко не все были готовы, как минимум в моральном плане. То, что коллектив медицинских работников сработал профессионально, в этом не оценивали ни у кого. Но то, что морально было непросто работать в таких не совсем известных еще на тот период условиях, можно сказать, экстремальных, это действительно накладывало отпечаток за работу. Экстремальные условия, огромное количество фейков в интернете. И тут не знал, как разорваться. Помогать людям, параллельно оправдываться, давать информацию. Это, Александр, вы абсолютно тоже правы, да, потому что вот эти фейки, конечно, они экстрема добавляли еще более. Но вместе с тем мы справились с этой ситуацией эмоционально. И практически, да, мы учились вместе со всем миром, наверняка, учились работать в красной зоне, учились использовать повседневные и повсеместные средства индивидуальной защиты на протяжении всего рабочего дня. Мы отрабатывали схемы лечебные, учились определять по контактам и с ними работать. А это все было и сейчас уже, работая в условиях второй волны ковидной инфекции, много, конечно, правительной работы над тем, чтобы избыточность, возможно, некоторых мероприятий где-то уменьшить. И совершенствуется законодательная база. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что и контакты первого уровня определяются гораздо более стигнее и с меньшими затратами и силами. И круг контактов несколько сократив. Но это все то, что безусловно упрощать или заработать. И определять четкий акцент для того, чтобы не распыляться на большие объемы. И это очень важно. На сегодняшний день мы говорим о том, что в первую волну в лицо у нас дар основной пришелся. Это на больничной организации здравоохранения. Практически 100% пациентов с выведенной ковидной инфекцией у нас проходили стационарное лечение. Сегодня, в период второй волны, мы говорим о 160% пациентов. На текущий период у нас проходят лечение, мы было только такое. И успешно справляются врачи первичного длина в данной теме. И хорошие результаты в лечебных эффектах и выздоровлении пациентов. Мы наблюдаем. Если честно, вот подводя черту в этом блоке разговора, наверняка анализировали. Серьезные промахи были? Вот за этот период? Знаете, серьезных промахов не было. Была, возможно, избыточность некоторых наших мероприятий. Но на тот период они были абсолютно оправданы и необходимы. Спасибо большое за ваш труд. Ну а мы продолжаем. Игорь Олегович, до назначения ректором Гомельского медицинского университета вы жили и работали в Минске. Я все-таки хотел бы отметить, что в первую очередь я врач-инфекционист. И когда мы обсуждаем разницу между первой волной и второй волной, я тоже хотел бы такой момент очень важный обозначить для телезрителей наших. Тогда мы находились в ситуации со всем миром равной. Врачи, клиницисты, эпидемиологи во многом не знали информации о вирусе SARS-CoV-2, о инфекции COVID-19. Каждый новый день прибавлял нам знаний. И первая волна – это было время клиницистов. И именно тогда в составе мониторинговых бригад, выездных бригад, республиканского значения, мне довелось поработать в Гомельской области. Сейчас, в эпизоде второй волны COVID-19 инфекции, это уже время организаторов. Врачи, практикующие клиницисты, значительно больше знают о том, как лечить, как адекватно наблюдать этих пациентов, как постараться профилактировать осложнения у данной категории пациентов. Поэтому сейчас эффективность наших действий зависит от слаженной работы всех служб. И в целом то, что мы делали в плане клиники, это координировалось. И координировалось весьма эффективно. И я больше скажу, те подходы к лечению, которые мы использовали в Республике Беларусь, и в том числе в Гомельской области, они не опаздывали и не отличались от международных, самых современных подходов к лечению. Сегодня, как ректор медуниверситета, как оцените вклад и студентов, и преподавателей в деле противодействия ковид? Я понимаю, что это, конечно, дополнительные риски, но как руководитель вуза, наверное, скажете, это еще и хороший опыт. Это не только хороший опыт. Прежде всего, и студенты, и преподаватели – это тоже граждане нашей страны, которые не могут безучастно наблюдать со стороны за той ситуацией, которая происходит. И я бы хотел обозначить несколько очень важных направлений. Это направление образования. В нашем вузе успешно показал себя курс повышения квалификации для врачей. COVID-19 как междисциплинарная проблема. И практические моменты. Наши специалисты, наши преподаватели – это в том числе и во многом в первую очередь высоко квалифицированные врачи. Это специалисты-пульмонологи, это анестезиологи-реаниматологи, это врачи-инфекционисты, мои коллеги. И в первую волну. И сейчас эти специалисты выезжали в составе мобильных бригад, мониторинговых групп, по различным районным центрам, по стационарам Гомельской области. Это те практические ситуации, когда тяжелые пациенты не оставались без помощи медицинского университета. Студенты Гомельского государственного медицинского университета – это те ребята, которые первые в республике заявили о себе как о волонтерах. Это первый волонтерский отряд в республике Беларусь. Отряд называется «Вы не одни». Это действительно лучшие наши студенты, которые освоили прекрасную профессию. Они научились реабилитации, дыхательной реабилитации пациентов с COVID-19. И их помощь была заметна и в стационарах города Гомеля, и в составе выездных бригад врачи-эпидемиологи, государственная санитарная служба поддержит и обозначит помощь наших ребят в расследовании вспышки, помощь в отслеживании контактов. Это и работа колл-центра, который эффективно показал качество своей работы в составе учреждений здравоохранения города Гомеля. Это и ПЦР-тестирование, которое вы внедрили одними из первых тоже в стране? Это и ПЦР-тестирование, и более того, хочется сказать, очень важно для практикующих врачей, для клиницистов, в плане лечения COVID-19 у наиболее тяжелых пациентов это определение весьма сложных маркеров, параметров крови, которые помогут в назначении сложных, дорогих, редких препаратов. И в частности, определение таких показателей, как интерлекин-6, прокальцитонин, цирреактивный белок – все это определялось день в день в лаборатории Гомельского государственного медицинского университета. Алла Викторовна, подключайтесь к разговору. Мы знаем, что особые ограничения в пандемию 2020 и далее коснулись пожилых людей, они в первую очередь в группе риска. Какая помощь пришлась действительно кстати? Забота об ИГЛИК всегда была в приоритете, в первую очередь, в нашей организации. Поэтому мы стали лучше организовывать наших волонтеров и отстраивать работу так, чтобы они были максимально подготовлены в условиях клиентов. И, безусловно, в свою очередь сотрудничали с учреждениями здравоохранения. Таким образом, у нас задействовало 176 волонтеров по городу Гомельского области. Это волонтеры, которые прошли у нас специальную подготовку. Получили все указания, как работать непосредственно с пожилыми людьми. Это доставка продуктов питания, доставка лекарственных препаратов. Плотно очень работали мы с системой здравоохранения, поэтому в свое время мы писали рецепты, и мы осуществляли доставку лекарственных средств. Могу еще сказать, что непосредственно этой категории пожилые граждане должны были максимально остаться дома и с наименьшей степенью контактировать с окружающими. И мы, значит, это понимали, что доставка существовала суть до 2-ти тех же продуктов, и пожилые люди смогли забирать, не контактировать с инвестором. В свою очередь мы в Белоруссии Красный Крест организовали первую клинику, которая и сейчас работает. Это из мобильного телефона прямая линия 201-122. Это номер телефона обычного стационарного телефона, где пожилые люди могли оставить свои заявки для того, чтобы волонтер своевременно оказал ему услуги. Таким образом, у нас во время вот этой пандемии мы оказали 10 200 визитов только по Гомельской области. Я уже говорила, какие это визиты. Без информационной поддержки также было бы невозможно осуществлять информированность населения. И мы посчитали своим долгом сделать все возможное, подготовили информационные листовки для людей, для, значит, которые собирались в местах стопления, магазины, почты, транспортные средства. Листовок мы изготовили, думайте, 98 тысяч листовок. В условиях пандемии мы не обладали этой информацией, значит, не обладали знаниями о этом вирусе. Особенно в первую волну этой информации действительно была нужна как воздух. Алла Викторовна, это правда, что всех волонтеров организации вы заботливо застраховали? В прямом и переносном смысле. Я и про средства защиты, да и не только. Они были обеспечены всеми силами. И волонтеры, и социальные работники. Также мы в пандемии, это все было крайне неожиданно, помогали интернатным учреждениям, лечебным учреждениям. Ну, а волонтеры, это же не штатные сотрудники властной организации, либо районных организаций. Мы, естественно, их застраховали. И каждый страховой случай составил 200 евро для волонтера, если в результате своей деятельности он заразится комитетной инфрацией. Все действия были структурированы и последовательны. Помощь медучреждениям, интернатам, социальным учреждениям продолжается и сегодня? Да, это огромные суммы денег, которые мы тратили и тратим сейчас. Более 400 тысяч уже закуплено в СИЗах для различных систем. Это оборудование достаточно дорогостоящее, я знаю. Было оборудование, сейчас, значит, кислородное. Мы закупили препараты по лечебным учреждениям, будем распределять. Также мы сейчас огромное количество масок получили. Спасибо большое. Как пандемия повлияла на экономику региона? Прямо сейчас точка зрения в тему председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья. Пандемия повлияла на все без исключения сферы жизни и деятельности. По большому счету, наверное, поменяла и каждого из нас. Геннадий Михайлович, а вот смогла ли экономика региона эффективно перестроиться? Вы знаете, мы этот выдержали экзамен, конечно, внесла определенные изменения, потому что это были связаны с внешними рынками, потому что мы видим по БМЗ парализации наших товаров на экспорт, в том числе по Гомельстекло. Но я вам скажу, если реально смотреть, вот мы посмотрели за последние три месяца, мы на полтора процента проросли по ВРП. Эффективно работает сегодня наш МПЗ, который сегодня объем увеличил, хотя они были упали до 70 и меньше процентов, на сегодняшний день разворачиваются в сфере производства нефтепродуктов. И, конечно, и другие предприятия. И это несмотря на сложный 2020 во всех смыслах? Да, понятно, что мы сегодня зависим, потому что мы экспортная страна и должны это. Хотя, я вам скажу, если смотреть по экспорту, наше продовольствие, мы 117% занимаем к уровню прошлого года, нашей мясомолочной компании. Это мы видим. Мы, да, потирали. У нас особенно сильно просел экспорт услуг, это туризм. Игорь Михайлович, а как при хорошей урожайности 2020-го пандемия могла бы повлиять на итоги сельхозгода? Что бы было, если бы этой весной мы ушли на жесткий карантин хотя бы на неделю-две, как это сделали, к примеру, соседи? Я вам скажу, вот если бы мы в сельском хозяйстве ушли на карантин, условно называя, хотя в стране это не сделано, и мы видим эффективную работу нашей сельскохозяйства, мы, конечно, потирали. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, то, что сегодня по срокам вегетации определено для растений, его нельзя перенести. Поэтому те сроки, которые были для растений необходимы по высову, мы это все сделали. И мы убедились, что да, мы проросли сегодня у прожая, по валовому сбору почти на 30%. Вот это все внесло бы в наши продуктивные показатели, в частности, обеспечение наше сельскохозяйство необходимым. А по итогу, вполне возможно, коснулось бы и как в целом экономики, так и кошелька каждой семьи? Конечно. Возьмем даже сегодня рынки, которые просели, которые нас мы не производим, в частности, белковое сырье, мы видим, как цены пошли. О чем она связана? Потому что объема не было, а цену формирует рынок. Начиная с весны прошлого года, в народе ходило большое количество рецептов здоровья. Среди наиболее популярных и, наверное, самых простых чеснок, как помнится, лимон, имбирь, которые раскупались, как горячие пирожки в первые месяцы пандемии. Я хочу подключить к разговору Андрея Павловича. Вот скажите, так народная медицина смогла ли помочь в борьбе с коронавирусом? Думаю, что смогла. С точки зрения влияния на иммунную систему, может быть, такого явного и мгновенного эффекта, ну, различные средства навряд ли оказывали существенное влияние. Но, в общем-то, на мой взгляд, очень таким важным, снижающим фактором работы иммунной системы является психология людей в момент пандемии. Первая волна особенно. Вторая. Люди боятся, есть страх. Они не знают, что делать. То есть это вы про то, что если ты уверен, что лимон в день будет помогать, пожалуйста, употребляй. Это тоже влияет на иммунитет. Да. Пусть лучший человек будет уверен, что он что-то делает, что он укрепляет свой иммунитет, чем он будет бояться и ничего не делать. Правда, не стоит забывать при употреблении лимона и же с ними про самые простые и действительно эффективные средства защиты. И о промазке, дезинфекцию рук, дистанцирование. Андрей Павлович, а в этой студии, в том числе, вместе с вами мы неоднократно поднимали тему БАДов и витаминных комплексов. В этой связи, в тему борьбы с коронавирусом, они эффективны? Навряд ли БАДы и коронавирус могут как-то предотвратить инфицирование коронавирусом. Здесь важнее меры дистанцирования. Но опять же, если брать психологическую составляющую, то свою роль они оказывают. Хотя мы, допустим, их не советуем. Поэтому однозначного ответа нет. Какая-то мера должна быть, не нужно и перебарщивать. Если человеку какой-то безвредный БАД кажется, что он ему эффективен, ну пусть принимает. Очень много внимания в последнее время, по моим наблюдениям, витамину Д и цинку, на ваш взгляд, оправдано? Мне кажется, это даже чрезмерное внимание всегда задавался себе вопросом, а почему только витамин Д и цинк? Да, классический витамин Д и цинк очень важны для работы иммунной системы всего организма. Ваши коллеги-врачи говорят, ну замечательно, к счастью, годами мы призывали к тому, что на наших территориях витамин Д необходим. Пандемия напомнила об этом эффективно. Но все-таки, возвращаясь, витамин Д и цинк, оправдано ли такое внимание? Считаю такое внимание чрезмерным. Уделяя внимание только витамину Д и цинку, мы не должны забывать о том, что для работы полноценной, опять же, всего организма, иммунной системы, нужен полный комплекс витаминов, микроэлементов по отдельности, это не к тем. И когда говорится только о витамине Д, который все, что севернее Сочи, будет в недостатке, мы, получается, уходим в одну сторону, а забываем о каких-то, может быть, более важных делах. Ну, на наш взгляд, это микробиоты кишечника, это другие микроэлементы. Почему о селении мы ничего не говорим, только о цинке. И обо всех остальных. Это очень однобоко. Хочу предположить, Андрей Павлович, что говорим про цинк, Д, и, возможно, потому, что в интернете постарались определенные компании вложить умело деньги в рекламу именно этого направления. Вы все это к тому, что все-таки перед употреблением и Д, и цинка, помимо исследования, к примеру, в лаборатории, единственное, что анализы достаточно дорогие, все-таки стоит сходить к специалисту за советом? Думаю, что так оно и есть. Мы провели исследование по витамину Д у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Ну и, по сути дела, из 50 человек только у двух витамин Д достаток. Но у всех остальных был либо выраженный дефицит, либо недостаток. Поэтому, если такие исследования есть, то есть правильный человек начать принимать витамин Д, очень зависит дальше правильный режим дозировки. То есть, прежде чем принять решение о начале приема каких-то препаратов, конечно, нужно обладать информацией, о что с ним творится у данного конкретного человека. Но в то же время современные витаминные комплексы, они держат суточную профилактическую дозировку. И поэтому специальная сдача дорогостоящих анализов тоже не обязательно. Но у нас есть витамин Д в мегадозах по 50 тысяч единиц. Здесь уже лучше перестраховаться и ориентироваться на анализ, если все-таки принимать. Вот это действительно отдельный совет, потому что вот в том числе тот самый витамин Д в большой дозе действительно в последнее время по разным причинам стал популярен. И в завершении этого блока, Андрей Павлович, все же на ваш взгляд, буквально коротко, что самое эффективное в поддержании здорового иммунитета в это, но не самое спокойное время? Не мешать работать иммунитету. Умеренность во всем. Здоровый образ жизни никто не отменял. Спасибо большое. Во вторую волну коронавируса многие впервые столкнулись, скажем прямо, с таким понятием, как масочный режим. Гомельская область осенью в первой полностью всю территорию перевела на этот режим ограничений. Ольга Николаевна, вот по-вашему, как считаете, насколько это было обосновано? Я хотела бы сказать, что о том, что маска эффективна, эффективное средство профилактики коронавирусной инфекции, мы активно пытались донести до населения еще и в первую волну, использовали для этого все возможные средства и методы. Однако, как показала практика, сложно сказать, почему это, но многие люди, к сожалению, эту рекомендацию игнорировали. Благодаря такому серьезному шагу от руководства города, и это, я считаю, была очень серьезная забота о здоровье населения, наконец-то нам удалось все-таки обеспечить использование масок большинством населения. И, конечно же, мы буквально сразу же в течение одного инкубационного периода увидели результат от использования масочного режима, результат от того, что люди все-таки масками стали пользоваться. И действительно заболеваемость стала снижаться, и это снижение мы наблюдаем до сегодняшнего дня. Что показывает мониторинг ваших коллег-эпидемиологов? Понятно, что масочный режим для жителей региона все-таки носит рекомендательный характер. Действительно, больше стало людей носить маски. А вот чем чревато нарушение масочного режима для субъектов торговли, общественного питания? Здесь все намного строже. Действительно, что показывает мониторинг? Мы ежедневно следим за заболеваемостью, и по результатам мониторинга мы видим, как масочный режим на эту заболеваемость повлиял, что заболеваемость все-таки серьезно стала снижаться. Что касается людей, то, наверное, можно сказать, что наблюдали мы, что было признанное стеснение среди населения использовать маску в общественных местах. Люди как-то себя чувствовали неловко. На сегодняшний день мы уже видим другую картину, что уже неловко быть без маски в общественных местах. Когда ты заходишь в магазин, и по какой-то причине у тебя эта маска не оказалась, или ты забыл, и она там выпала у тебя по дороге, то уже как-то неловко. И сразу идешь в аптеку, и стараясь эту маску приобрести. Ну, по крайней мере, у сознательной части наших зрителей. Игорь Олегович, вот на ваш взгляд, вот этот рекомендательный характер, он не мешает эффективности борьбы с коронавирусом? Я присоединюсь к мнению коллеги. Масочный режим – это одно из наиболее эффективных мероприятий в профилактике дальнейшего распространения COVID-19. Наряду с дистанцированием и наряду с регулярным проветриванием помещений. Однако история инфекционных заболеваний – это история баланса между правами личности и безопасностью общества, в которой эта личность проживает. Я считаю, что решение было принято абсолютно правильное. И его рекомендательный характер, он показал свой эффект даже несколько отсроченный. И мы видим, что то время, которое понадобилось на формирование вот этого общественного мнения, то время, которое было потрачено на переосмысление, на создание нового стереотипа в обществе о том, что грамотный, развитый, ответственный человек будет находиться в общественном месте в маске. Это время, оно несколько отметило, я бы даже сказал, это может быть какой-то конкретный период для конкретных семей. Но по нашему окружению мы можем сказать, что действительно люди стали больше носить маски. А можно ли заставить всех? Но мы видим даже в тех странах, в которых ввели обязательный масочный режим и строго контролировали его, и это была не рекомендательная норма, а это была законодательно прописанная норма с вполне конкретными санкциями, даже там это не сработало на 100%. Поэтому, наверное, нам надо идти к тому, чтобы поднимать уровень ответственности общества, а не стараться жестко это контролировать, в первую очередь. Спасибо. И снова к онлайн-гостиной «Беларусь-4». Вторая волна принесла достаточно серьезные изменения в работе поликлиник. Екатерина Владимировна, подключайтесь, я сейчас в первую очередь, и про работу врачей на местах, и про работу с контактами первого уровня, в первую волну, может быть, слишком много внимания им уделяли, и про выдачу больничных листов, буквально тезисно, то, что необходимо напомнить зрителям. Сегодня, благодаря внесенным изменениям в действующее законодательство, и, естественно, изменилось несколько работ с контактами первого уровня. Сегодня есть такой понятий «домашний чак». Если один счастливый заболевает культурную инфекцию, врач общей практики, который выходит для осмотра этого пациента на ногу, сразу же определяет круг контакта первого уровня. И контакт первого уровня без клинической симптоматики единовременно выдает, открывается листья трудоспособности трудоспособным гражданам на 10 дней. Если клиническая картина и симптомы не появляются, в 10-й день больничный не закрывается. И, безусловно, это в какой-то степени упорядочивает и посещение поликлиники, и снижение объемов работ на первичные звезды, когда непосредственно все случаи врачебного персонала на тех пациентов, которые симптомные, которые действительно с клиническими проявлениями. И как раз-то в работе с контактами первого уровня без симптомами очень большое влияние и большую помощь нам оказал медицинский университет в лице студентов Насташа Кустникова, которые в составе контрактного центра, полцентра. Мы как раз-то на телефонном окно контролировали состояние дороги этих пациентов. И здесь однозначно статистическое здравоохранение. Большое спасибо академическому здравоохранению. И как раз-то здесь мы говорим о том, что объединение наших устилий дает свой большой эффект в нашей общей работе. Дальше хочу вернуться в контакт с первого уровня, у которых вдруг появляются симптомы. Значит, непосредственно пациент должен знать о том, что он должен это оповестить об этом врача. И дальше принимается решение о том объеме обследования, которое необходимо для уточнения состояния здоровья. Сегодня я могу сказать о том, что абсолютно нет проблем по обследованию пациента на COVID-инфекцию, будь то в экспресс-тестировании, будь то в показах, в случае, в церкви гностики. Как раз-то вот сужение круга контактов первого уровня – это вот уже четкое управленческо-организационное, абсолютно верное решение. Исключение из активного наблюдения контактов второго уровня – вот это то, что мы имели в первую волну. Это все те механизмы, которые как раз-то позволяют сконцентрироваться на тех наших гражданах, пациентах, которые нуждаются непосредственно в медицинской помощи. Не остались в стороне, конечно, и предприятия. А в том, что на первичное звено большая, конечно, нагрузка упала. То, что работа в красной зоне – это по 200-300 пациентов в течение приема. Это, безусловно, большая нагрузка, но не меньшая нагрузка еще упала на то, что необходимо было в составе контактных григад наблюдать пациентов на дому. И это, опять же, каждая поликлиника в самое списковое состояние порядка 300 вызовов обслуживала как раз-то на дому. И здесь активно включились в работу предприятия с предоставлением автотранспорта для подвоза наших медицинских работников. И, безусловно, сегодня мы выработали уйденный механизм в городе. В 20.00 у нас и контактные бригады, и медицинская помощь. И, посредственно, машины заканчивают свой рабочий день. То есть это, безусловно, помогает не только находиться в таком стрессовом напряженном состоянии медицинских работников, но то, что имело место, безусловно, в первой волне, когда было много непонятного, много неизвестного. Ну и, безусловно, мы, как ответственные за состояние здоровья людей, боясь, наверное, где-то что-то упустить. Спасибо большое. Ну а мы двигаемся дальше. Игорь Олегович, в конце января в область пришли первые вакцины от коронавируса. Что сегодня медицина и наука может сказать об их эффективности? Хотелось бы отметить, что очень важно то, что государство взяло на себя эту ответственность, эту роль, провести закупку и достаточно быстро поставить в Республику Беларусь современные вакцины против COVID-19. Надо сказать, что та скорость, с которой развивалась пандемия по всему миру, она не позволила в стандартном режиме разработать, произвести и испытать вакцины. Все страны, которые занимались данным вопросом, им пришлось на сегодняшний день выполнить условную регистрацию, ускоренную регистрацию вакцин с учетом общественной значимости. То есть третьи фазы клинических испытаний по тем вакцинам, которые есть сегодня в мире, они не завершены. И мы говорим, и в том числе это американская вакцина Pfizer-BioNTech, и это британская вакцина, которая в сообществе с AstraZeneca компания выполнена. И в данной ситуации в Республике Беларусь применяется вакцина российского производства. Это вакцина Sputnik, которая выполнена на достаточно инновационной модели. Это векторная модель вакцины, двухдозовая. То есть человек получает первую дозу вакцины и через 21-вторую, чтобы выработать наиболее оптимальный иммуноответ. И по тем данным, которые мы на сегодняшний день имеем, эффективность достаточно высокая, свыше 90%. Это именно клиническая эффективность. И более того, риск именно тяжелых нежелательных явлений минимален. Да, как на любой иммунобиологический препарат могут присутствовать нежелательные явления. Но я бы хотел подчеркнуть, что, во-первых, не все то, что происходит после вакцинации, происходит вследствие вакцинации. Надо понимать эту связь. Поэтому, чтобы понять, есть ли ассоциация между двумя событиями, это достаточно серьезно исследуется. Я знаю, что вы один из первых в регионе сделали прививку от ковид. Это был такой осознанный шаг или больше рекламный ход? Это был, конечно, осознанный шаг, но я был не единственный. Одновременно со мной вакцинация была выполнена Екатерине Владимировне, присутствующей на телесвязи со студией, и главному государственному санитарному врачу Гомельской области Сергею Александровичу Белому. Поэтому мы фактически втроем были одновременно привиты вакциной «Спутник», получили первую дозу. По себе могу сказать, на сегодняшний день серьезных нежелательных явлений не наблюдаю. Поэтому однозначно могу сказать, что в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 польза от вакцинации превышает возможные риски. И это один из возможных способов снизить эту проблему в Республике Беларусь. Ольга Николаевна, подключайтесь к разговору. Я знаю, что в первую очередь сейчас начинается иммунизация медицинских работников. Когда же, это, наверное, один из самых популярных вопросов на горячая линия, когда же вакцинироваться смогут все желающие жители региона? Да, действительно, Александр, вакцинация уже начата. И в первую очередь будут прививаться медицинские работники, работники социальных учреждений с круглосуточным режимом пребывания и преподаватели. Это те группы риска, которые, особенно медработники, которые по роду своей деятельности ежедневно сталкиваются с заболевшими, конечно же, имеют высокий риск заболевания и должны оставаться обязательно в строю. Поэтому начинаем вакцинацию медработников. А общая вакцинация планируется в апреле. Это будут бесплатные вакцины, верно? Да. Что известно по поводу периода действия вакцины? Правда ли, что он рассчитан на полтора-два года? Сложно пока сказать, какой будет период действия. Но в любом случае вакцинация влияет на жизнедеятельность вируса и вводит микроорганизмы в фазу, так называемую, неактивную фазу. Поэтому мы надеемся, что эта фаза будет долгой. И если перевакцинация понадобится, то не скоро. Очень сложно прогнозировать эти моменты. Действительно, новая инфекция, новый вирус. И на сегодняшний день есть разные точки зрения. Клинические испытания третьей фазы, как я уже говорил, не завершены для тех вакцин, которые условно разрешены к применению. Можно лишь предположить, что в связи с некоторыми особенностями вируса иммунитет может быть не настолько стойкий, не настолько длительный, как мы ожидаем при некоторых других инфекциях. И у всех по-разному. Это понятно. Это как про антитела. У кого-то они есть, а у кого-то нет. Ведь мы действительно, стоит это признать, видим отдельные случаи повторных инфекций. Даже у тех людей, которые перенесли COVID-19 в первую волну. И в завершение мы собрали топ-10 вопросов о главном от зрителей «Беларусь-4» в тему программы. Итак, короткие вопросы, короткие ответы. Человек, переболевший коронавирусом, может ли не иметь антител и заразиться неоднократно? Я бы разделил, с вашего позволения, этот вопрос на две части. Первый. Можно ли заболеть повторно коронавирусом? Да, можно. Действительно, такие случаи описаны. И мы видим это в практической медицине. Как правило, все-таки это происходит не в первый месяц после перенесенного заболевания. То есть это случаи несколько отсрочены. Что же касается антител, то роль антител до сих пор дискутируется. Не только их количество влияет, но их качество, протективный эффект, а также клиническая значимость. Поэтому что бы я хотел рекомендовать нашим телезрителям? То, что у вас есть антитела или то, что вы перенесли COVID-19, не дает вам защиту на 100%. Не повод расслабиться. Это не повод расслабиться, это не повод забыть про масочный режим, это не повод забыть про меры социального дистанцирования. Поэтому, наверное, нам не стоит говорить о том, что переболевшие – это на 100% защищенные. Двигаемся дальше. Отсутствие обоняния. Всегда ли признак COVID-19? Не всегда. Есть ряд заболеваний, в частности заболеваний лор-органов, которые могут приводить к нарушениям или отсутствию обоняния. ПЦР-тест или тест на антитела? Что касается методов диагностики, то методы диагностики, опять же, это решение должен принимать лечащий врач. Я бы все-таки не стал сторонником тех мер, когда индивидуальный пациент, конкретная личность, сама идет в лабораторию, сама принимает решение, каким методом исследовать, потому что дальше, когда вы получаете результаты, возникает вопрос, как их трактовать. И грамотно трактовать их может только опытный врач. Но ведь справедливости ради возможности платно пройти и тот, и другой тест появилось, и многие именно такой возможностью пользуются, не дожидаясь назначения. Вот в связи с этим следующий вопрос от зрителей. Стоит ли самому проходить недешевый ПЦР-тест, если врач не назначил, а сомнения имеются? Или это те самые фобии в пандемию, которые тоже беспокоят многих? Вы знаете, в этой ситуации я бы в первую очередь ориентировался на клинику, и уже во вторую очередь на лабораторные исследования. И если уж вопрос пошел о трактовке и о том, насколько это важно, в первую очередь ПЦР-диагностика – это диагностика активной инфекции, а диагностика по определению антител различными методами – это все же несколько отсроченный, ретроспективный взгляд, который может сказать, что было несколько недель тому назад, потому что организм требует времени для того, чтобы сформировать антитела к COVID-19. УЗИ легких или КТ? Что информативнее и безопаснее? Ну, с учетом опыта, который имеется совместно и Гомельского государственного медицинского университета и здравоохранения города, я думаю, что и Екатерина Владимировна подтвердит, это все-таки комплексный подход. То есть мы не можем полностью отказаться от лучевых методов, а именно компьютерной томографии, в диагностике поражения легких при COVID-19. Однако для снижения общей лучевой нагрузки и для мониторинга, для динамического наблюдения метод УЗИ, он вполне адекватен. Еще один вопрос. До какого возраста маски детям не нужны? Знаете, вопросы очень сложные. Это, опять же, баланс безопасности общества и прав личности. И возможности уговорить ребенка оттись в маску. Я бы, наверное, сказал, насколько ребенок готов к тому, что он будет носить маску, это зависит в том числе от конкретной семьи, конкретного ребенка. История от зрителя «Беларусь-4» переболел в сентябре, сдал недавно на антитела. Они есть, но есть и воспалительный процесс. Парадокс? Нет, не парадокс. Вы знаете, вот эти вот индивидуальные клинические истории, они зачастую обоснованы весьма сложным клиническим течением данного заболевания. И я бы, наверное, ответил так, как ответил один известный врач, когда вечером на официальном приеме ему рассказали историю об одном знакомом и спросили, а что бы вы рекомендовали? Я бы рекомендовал обратиться к врачу. Спасибо. Чутка и по делу. Еще одна история, не выдуманная от жителя Гомельской области. У жены подтвердили ковид. У меня и ребенка живем вместе в одной квартире. Взяли пробы. Результаты отрицательные. Как это возможно? Это действительно возможно. Индивидуальные моменты в отношении передачи вируса, у кого-то это очень короткий период, у кого-то несколько более длинный период. Более того, я хочу подчеркнуть, что вот эти пробы, которые берутся, это не стопроцентная чувствительность. То есть только в комплексе с клиническим осмотром, с консультацией врача мы можем ставить диагноз. То есть мы не говорим о изолированных исследованиях. Еще раз хочу это подчеркнуть для наших телезрителей. Полагаю, очень важный момент, на который обращают зрители, постковидный синдром. Об этом все чаще начинают говорить сегодня. Что самое опасное здесь? Вы знаете, мы только начинаем изучать отдаленные последствия COVID-19. Ведь всего лишь год прошел. И мы уже сегодня знаем, что это и вопросы влияния в отношении свертываемости крови, различных нарушений этих состояний. Это и вопросы влияния на психику. Более того, мы очень четко видим и снижение работоспособности, и мышечные боли у ряда пациентов, перенесших COVID-19. И вопросы настроения. Опять же, это тоже очень и очень важно. Поэтому, что бы я хотел порекомендовать? Да, COVID-19 – это непростая инфекция с возможными долгосрочными эффектами. Поэтому прислушивайтесь к себе, будьте внимательны. И при любых сомнениях в отдаленном периоде после COVID-19 обратитесь к врачу. И еще несколько вопросов в завершении программы. Коллективный иммунитет. Когда мы уже его заработаем, интересуются наши зрители? Вы знаете, я бы, наверное, привел параллель. Мы начинали разговор сегодня на телепередаче, говоря о испанке, о гриппе H1N1. И вот перед тем, как этот грипп стал сезонным, из пандемического, прошло два года. Примерно подобные данные транслируются сегодня и в отношении COVID-19. Ведь дело в том, что грипп H1N1, он каждый год имеется, и он входит в состав вакцин. Поэтому совместно наличие вакцин, определенный процент иммунизированного населения, то есть тех, кто переболел в определенной форме, возможно, что эти сроки будут в районе двух лет. В связи с этим за второй волной последуют третья, четвертая и так далее. Дело в силе распространения? Я бы сказал, что здесь играет роль и в том числе скорость распространения. Потому что врачи научились реагировать на COVID-19 во всем мире. На сегодняшний день мы знаем значительно больше о том, как лечить. Но что важно, это предупредить экспоненциальный рост, это предупредить чрезмерное поступление пациентов в ограниченный промежуток времени. Именно для этого и вводятся рекомендательные меры масочного режима, прочих мер профилактики COVID-19. Поэтому здесь важно понимать, что страшен для здравоохранения не сам вирус, а огромный объем пациентов, который может поступить в короткий промежуток времени. И вот это надо предвосхитить, это надо понимать, и этого нельзя допустить. И в этой связи, Игорь Олегович, вот что можно сказать в завершении про действительно уникальный опыт ликвидации последствий коронавируса в Беларуси, работы с этой проблемой. Как менялось отношение мирового сообщества к нашей позиции, отличной практически от всех? Важно отметить, что у каждой страны есть свои особенности системы здравоохранения. Плюсами белорусской системы здравоохранения является несколько очень важных моментов. У нас сохранена сильная и достаточно многочисленная санитарно-эпидемиологическая служба. И мы могли позволить себе как в первую, так и во вторую волну отслеживание контактов, что могла позволить и не каждая страна. Второе, у нас сохранена инфекционная служба. Это инфекционные клиники по всем областям, это кафедры инфекционных болезней, это врачи-инфекционисты практикующие. Это те люди, которые, как говорят, в мирное время подготовлены к таким опасным пандемическим ситуациям. И эта школа помогла подготовить остальных врачей по всей стране в взаимодействии с такими особыми пациентами. И что очень и очень важно на сегодняшний день, те страны, которые придерживались политики тотального локдауна в первую волну, несколько более осторожно подходят к этим моментам во вторую. Потому что это не абсолютное решение. Мы видим, что в ситуации, когда имеется достаточный запас коечного фонда, в ситуациях, когда в стране имеется достаточный запас реанимационных коек, аппаратуры для кислородной поддержки, для искусственной вентиляции легких, и система адаптируется к нарастанию пациентов, жесткие локдауны не всегда являются самыми эффективными методами. Игорь Олегович, уважаемые гости в онлайн-гостиной «Беларусь-4». Я благодарю вас за этот разговор, а также за активную позицию в этот год борьбы с пандемией. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»